Друзья, всем привет! Вы у меня на канале прогулки на пенсии. По неволе оказалась снова в магазине. Не люблю магазины. Ну вот, кончился шампунь, нужно было купить ополаскиватель. Я подумала, а почему бы не снять небольшой фрагмент, ролик по просьбе одного из моих зрителей. И когда вы уезжаете куда-то далеко-далеко, берёте ли вы с собой какую-то еду, которая вам необходима? Ну, например, на завтраке. Я знаю, что некоторые люди обязательно берут с собой какие-то каши для того, чтобы либо не бегать по магазинам, либо для упрощения своей жизни там, либо на первые дни. И вот мои друзья спрашивают, а ты что-то берёшь? Однозначно я никогда ничего не беру. И мне интересно всегда попробовать в другой стране, в другом городе ту еду, которая есть именно там. Ну, я думаю, что мне не удастся сразу снять обо всём. Поэтому я только про завтраки давайте скажу. Сегодня пойдём в отдел, где сухие завтраки. Вот здесь и находятся все эти сухие завтраки. Сейчас я вам покажу, какие я уже пробовала. Эту красненькую коробочку пробовала 4,95. Шёлтенькую 3,95. Синенькую 4,95. Такую синенькую, очень мне нравится, с кокосом 3,50. Вот такую красненькую с клубникой 3,95. Ну и дальше вот огромное количество всех этих завтраков. Вот это люблю. Просто хлопья обыкновенные. Рубль 25. Вот эту взяла на пробу, посмотрю, тоже рубль 95. Маленькая упаковка. И каких только завтраков нет. С добавлением свежих фруктов сушёных и так далее. То есть есть и с сахаром. Я стараюсь без сахара. То есть вот, пожалуйста, длинный-длинный ряд всего-всего-всего-всего. Конечно, вот такие сладкие всякие ушки-подушки стараюсь не покупать. И там, где я живу, люди тоже стараются питаться правильно. То есть по минимуму, чтобы было сахара. Вот примерно, что составляет завтрак многих людей. Обычная гертулесовая крупа, вот такая толчёная, тоже здесь есть. Но я, когда приезжаю, говорю, в другой город или в другой страну, стараюсь попробовать ту еду, которую едят, например, люди вокруг меня. Либо хозяева дома. Мне тут посоветовали попробовать ещё вот такие хлопья, потому что то, что я беру, я уже пробовала. А это, ну, другой бренд. Вот я хочу попробовать на вкус, чем это всё отличается. Ну и любой завтрак сухой обязательно должно быть молоко. Если вот такие, конечно, залежи... Мы сейчас пройдёмся с вами. Обычно я беру молоко, которое не молоко. То есть растительное. Так мне удобнее и так мне вкуснее. Поэтому мы сейчас посмотрим, какое здесь не молоко есть. Обычное молоко. Это 9.95. Ну и рубль 90. Вот, а не молоко. Вот там наверху, видите? 3.75. Рубль 95. Обычно вот такие я беру. Рубль 95. Мне берут, вернее, 2.95. На упаковке растительного молока есть картинка, поэтому язык мне здесь не нужен. Только цену можно посмотреть. На картинке смотрю, какие орешки и беру. Обычно я использую рисовое молоко, кокосовое. Оно, правда, сладковатое. Потом овсяное молоко, самое такое, да, ходовое. И из орешков разных. Ну, здесь вот, видите, можно выбрать. Ну, это просто молоко. 2.25, 3.60, 3.15, 2.95, 3.25. То есть любое-любое. Как мне научили, то, что внизу, то подешевле. Поэтому я могу выбирать. Ну, я выбираю растительное молоко. Оказывается, вот это молоко обычное, это долгого хранения. 9.95, если большая упаковка. А уже там, где в холодильнике, это молоко настоящее натуральное, но которое быстро у вас скиснет за день. Ну, вот так я использую вот здесь вот этот ряд. Мне очень нравится. Мне хочется попробовать как можно больше всяких напитков из растительного молока. Ну, и вот еще раз хочу на картиночке посмотреть и показать вам соя, миндаль. Миндаль вместе с овсянкой. Рис. Мне посоветовали вот очередную коробочку. Где фундук и рисовое молоко вместе. Я пила отдельно рисовое молоко. Вот теперь попробую еще это. Мне подсказали, что это вкусно. И сахара нет. Еще есть молоко, где написано лактоза фрай. То есть, значит, безлактозное молоко. Вдруг кому-то нельзя лактозу. Здесь тоже здесь есть это. Ну вот, друзья мои, небольшой фрагментик я отсняла вам про завтраки. Про полдники и про ужины, и про обеды будет чуть-чуть позже. И на этом давайте нашу маленькую прогулочку по магазину завершим. Желаю вам всего хорошего. До свидания. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова